Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дональя, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, какие новости сегодня к нам пришли, какие скачки добавили, ну а также новую добавленную породу в игру. Так что устраивайся поудобнее или седлай своих коней и... поехали! А начнем, конечно же, с самого вкусненького. Начнем с коней. К нам приехала бельгийская полукровная лошадь, которая идеально подходит для верховой езды, так как имеет очень красивый типаж. Мне кажется, ее можно использовать и в конкуре, и в выездке. Продается она в хозяйстве Серебряной Поляне или же, кому привычнее, на виноградниках. Пока что здесь стоят четыре модельки лошади, но все остальные масти находятся именно в режиме продажи или же покупки. У нас есть вот такая вот гнидая масть, мне кажется, будет самой популярной, хотя такие масти, что даже сложно определить, какую больше всего полюбят игроки. Также есть рыжая с носочком и пятнышком, да и еще немножечко розовым носиком. Вот такая вот темненькая, с отметиной на лбу. Эта же масть продается в форте пинта. Потом вот такая напоминающая спирита, но с отметиной на мосечке. Тоже очень симпатичной масти. Радует, что добавили породу, в которой очень большое количество оттенков гнедых. Мне лично это очень нравится. Ну и конечно же, куда же без вороных, но не совсем стопроцентных. Есть маленькая, отметина на мордочке и также носочек на передней ножке. Ну и светло-серый, любовь всех любителей светло-серых лошадей. Кстати, он очень красивый и тоже имеет особенность в виде розовых губок. Но и это еще не все. В Star Stable Online была добавлена особая масть данной лошади. А точнее, сама лошадь. Это All In от коллаборации Star Stable и Chindem The Love Horses. Данная масть продается в форт пинта и в конюшне Юрвика. All In является конем Олимпийских игр, призером и также чемпионата мира. И в коллаборации его решили сюда добавить. Пока что неизвестно на какой промежуток, но в форт пинта он будет намного дольше, чем в конюшне Юрвика. Все бельгийцы стоят 850 Star Coins, Сила 1, Дисциплина 2, Скорость 0, Выносливость 1 и Гибкость 3. Так что очень хороши в Гибкости. Ну а теперь о событии. К нам вернулась Гран-при H&M, который проходит в конюшнях Юрвика. Если кто не слышал, то оно у нас уже проходило в 2020 году. После того, как вы поговорите с Зури и выполните все ее прохождения гонок-задания, то увидите, что там есть гонка 2020 года и нынешнего 2022 года. Гонка будет доступна до 7 декабря, ровно так же, как и версия All In, находящаяся здесь на конюшне Юрвика. Он находится в двух местах, так как привязан к данному событию. Так что до 7 декабря он продается не только Форт Пинта, но и здесь. А после обновления в среду 7 декабря исчезнет, но останется Форт Пинта на неизвестный срок. Две гонки Гран-при 2020 года и 2022 года. Гонка 2020 года дает нам 250 опыта лошади. Гонка 2022 года дает 500. Ну и как же новые Гран-при без шикарного стиля амуниции? Бесплатный код, который дают разработчики, дает нам очень интересный пиджак в стиле разработки H&M'а с эмблемами коричневого цвета, с эмблемой H&M'а, гран-при H&M'а. Но сзади есть такая дизайнерская особенность, шнуровка, как у корсета. Согласитесь, это очень необычно. Ну а в глобальном магазине нам добавили много чего интересного именно для коней. Появился сет Осенней Академии, который очень сочетается также и с одеждой, которую нам добавили. Тоже сет называется Осенней Академии. Добавили ботинки, брюки, два варианта юбок, перчатки, свитера, водолазки и вязаные шапочки. Если честно, стиль очень приятный и подойдет, мне кажется, для любителей осени, но и не только. Но кроме данных сетов и амуниций, нам добавили еще и новые вальтрапы, большого количества цветов. Цвета очень сочные и яркие, мне очень нравятся. Даже оценила белоцветастые нагавочки, тоже купила. И бинты цветные. В общем, оттенок в этот раз я считаю просто замечательный. Ну и в кое-таки веке черно-белые в студию. Нам добавили идеально черные нагавки, также бинты идеально черные, хотя мне кажется, у нас были уже идеальные черные бинты. Ну и также идеально белые нагавки и идеальные белые бинты. Так что если вы фанатик ярких цветов или черно-белых оттенков, пожалуйста, бегом в глобальный магазин. Вальтрапы доступны с девятого уровня и чтобы были открыты виноградники. И опять же моя теперь любимая фраза. Вы только что вылезли из библиотеки Форт-Марии. Опять же возвращайтесь обратно, так как у нас появился новый кусочек истории от Миссис Холдсворт. О чем-то очень-очень интересным и очень-очень древним. Поэтому далеко не уезжаем и возвращаемся обратно. Ну а также связанное кое-что с обновлением следующей недели. Будет расширена сюжетка, связанная с библиотекой Форт-Марии. Ну а на этом видео по обновлению подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вы относитесь к мероприятию, связанному с гран-при Чендемом. Мне лично оно очень сильно нравится. Особенно то, что теперь здесь еще и продается конь. Надеюсь, он будет проезжать при каждом гран-при. Ну на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. И удачи вам с прохождением данных препятствий.